Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь программа Семейные ценности. И сегодня мы познакомим вас с прекрасной семьей Анны Фалихуддиновой. Мы находимся в Корсакове. У них в гостях в большом и очень уютном доме. Скажу вам по секрету, что здесь же находится их работа, но об этом чуть позже. А пока хозяйка стола, Анна, нам всех представит. Анна, кто сегодня с нами за этим замечательным чайным столом собрался? Так, ну сегодня с нами Александра. Это наша самая маленькая дочь. Карина. Это средняя дочь. Мой муж Валерий. Ну и я. Моя собачка. Да, еще один очаровательный член семьи сидит на руках. У вас как зовут собачка? Туся. Туся, отлично. Ну, в общем, все в сборе и можно начинать нашу беседу с семейной. Говорят, что счастливые браки заключаются на небесах. Вы в это верите? Нестомненно верим, да. То есть это судьба. Создание счастливой семьи. Это судьба. Это никакой не выбор, никакое там не запланированное знакомство. Это просто судьба. Но как состоялось ваше знакомство? Вот интересно. Ну, кто расскажет? Я, да? Ну, начинайте, да. Ну, мы познакомились. Я работала у Валере на работе. Он был моим начальником. Это было 18 лет назад. Я была подчиненным. И потом так получилось, что мы приглянулись, можно сказать, друг к другу, да. До сих пор это общее дело. Это вас связывает отчасти, да. То есть вот какое-то такое понимание, как делать вместе что-то, это очень важно для хороших отношений семейных. Верно? Валер, что можете сказать? Это верно, да, на самом деле. Хотя у Анны было много начинаний, много чего у нее было. Вот. И она бы пошла бы другим путем абсолютно. Но то, что я не успеваю сделать, она меня тут же выручает, как палочка-вырушалочка. Подсказки – это в любом случае. Это от нее. Вот. Поэтому, ну, я без нее никак. В данном случае уже все. Я на нее переложил. И столько обязанностей. Даже ночами бывает работаем. Мы приходим с работы. А работаем мы каждый день ежедневно с 8 утра. И бывает до 9, до 10 приходим домой, уроки. И все опять в работу, в работу. У нас даже практически не хватает времени. При этом у вас трое детей. Двое с нами сегодня за столом. Еще одна старшая дочь находится у вас на учебе сейчас. Расскажите об этом. Как ее зовут? Ну, слава богу, да. Слава богу, что сейчас их двое. Третья немного сама уже самостоятельна, сама по себе. Обучается. Обучается китайскому языку в университетах в Харбине. Ну, молодец. Тут даже слов нет. Она, в общем, как бы экзамены и все остальное. И при всем при том, даже если она присутствует здесь на Сахалине, она нас очень выручает. Она очень помогает. Как воспитывают таких замечательных детей? От природы они такие? Сами понимают? Или как-то какая-то строгость существует? Какой-то контроль? Я стараюсь всегда между детьми держать баланс. То есть он должен быть поддержка друг друга, любовь. Выстроена должна быть забота друг о друге. При такой занятости где находится время для общения? Ведь все-таки нужно как-то, наверное, подводить итоги. Наверное, есть вечерний чай какой-то у вас. Как это все выглядит? Расскажите. Приходим с работы. Какое-то время уходят еще на рабочие моменты. Заканчиваются уроки. И у нас дома огромная площадь. Начинается просто бесиловка. Здесь такое происходит просто. Ну, хоть чуть-чуть, хоть какое-то время мы друг другу, ну, уделяем внимание семье. И начинаются прыгалки, бесиловки. Я так поняла, что дети с вами откровенны и ничего не скрывают, и не врут, да? Не знаю, не могу сказать все. Ну, бывают. Все-таки бывают, что, да, у них свои секреты есть. И, может быть, какое-то настроение, что она не хочет сегодня делиться. Мы спросили, узнали. Если мы видим, что такого вот прям серьезного чего-то нету, что нужно где-то или какими-то обходными путями что-то узнать, нет. Это их личное. Конечно, у вас много разных увлечений. Вы очень творческие люди. У девочек свои увлечения. У вас свои какие-то, ну, все равно есть направление деятельности, кроме работы что-то, да? Что любите вместе делать? Вместе. Мы много чего, в принципе, делаем вместе. Ну, единственное, что я, конечно, не вышиваю, как Карина. Вот она тут такая рукодельница, такая усидчивая, что здесь все. К ней пошла, на нее смотрит Александра Сашника. В принципе, с нее копирует все. То, что нужно у себя, там, такие же делает поделочки или еще что-нибудь. Рисунки и все остальное. Они буквально месяц назад или два, наверное, у них, они вдвоем были на мероприятии, где нужно было рисовать. Там таких котов двух милых нарисовали. Ну, с одного рисунка. Но единственное, что у Саши получился немного косоватый глаз и разного цвета. Но это вот, сама прелесть в этом еще и получилась. Карина сделала более строгое все. Как положено, кошка есть кошка. Расскажи, пожалуйста, Карина, где ты учишься, на кого ты учишься, ну и что-нибудь, с чем увлекаешься. Ну, уже рассказали немножко, но ты продолжи. Ну, я учусь в городе Южно-Сахалинск в институте САХ и ЖТ на направлении юриспруденция. Вот, сейчас уже на третьем курсе. Ну, почти его закончила. Вот, в детстве увлекалась танцами. Десять лет прозанималась. Потом... Лауреат первой степени. Да, занималась корейским. Вот, планировала оттуда поехать. Ну, сейчас так, 50 на 50, вот, в размышлении. Сашенька, представься нам, ты поближе, чтобы познакомиться с тобой. Расскажи о себе. Какой класс, какая школа? Мне 11 лет. Я в пятом классе, в третьей школе. Я в детстве занималась тоже танцами, ходила на гимнастику. Сначала около года ходила на чирлидинг. Потом я перешла на гимнастику. А оттуда и пошла хореография 4 года. Мне понравилось, как она сказала, в детстве. Сейчас я занимаюсь тэквондо занятиями, тренировками и китайским языком. Вот интересно, а чему учат модели? Какие уроки, какие занятия? Нас там учат позировать, правильно выражать свои эмоции, пробовать что-то новое. Рассказываем свое внутреннее. Что у нас внутри происходит, например, с помощью рисунков. Будущее рисуем, делая каждый шаг. А стрелки внутри танцуют. Тик-ти-тик-тик-так-тик-так. Нет лучше ритма, кроме этого здесь внутри. Слушаем на повторе. Раз, два, три. Я отложу телефон и буду думать о нем. О самом главном своем. Ди-дин-дом-дом-дом. И каждый новый стук во мне рождает звук. Цук-цук-цук-цук. Цук-цук-цук-цук-цук. Кроме того, что у вас есть туси, у вас и другие есть питомцы. Вы все, наверное, любите животных? Конечно. Сколько у вас животных, Саша? У нас четыре животных. У нас две кошки. Пушинка и Лиза. Лиза у нас порода сфинкса. А пушинка, она у нас шотландская веслоуха. Еще у нас есть одна собачка Туся и морская свинка Вишенка. Вишенка. Такое большое хозяйство требует заботы и внимания. Кто занимается животными и как? Вся семья. Вся семья, да. Но с утра папа их кормит. Всех животных. И уходит на работу, скажем так. Саша убирается. Саша убирается. Свинка. Мама гуляет. Это прям ее обязанность, ее любовь такая. Ну, а все остальное, купить корм, конечно же, покупаем. Я в основном покупаю, скажем, корм. Аня, вот дети очень творческие. Каждый увлекается чем-то. Вот это творческое начало в них от тебя идет? Да, я стараюсь всегда этим заниматься. Ну, это тоже у тебя было присуще, да? Вот, может быть, в молодости, в юности или там в детстве. Танцевала, занималась чем-то? Я занималась всем чем угодно. Но мама никогда, ну, как бы, никуда меня не направляла. Я сама. Я сама тут-туда. День я там, день я там, день туда пойду запишусь. Как бы, но окончательного такого результата у меня нигде никогда не было. Завершая нашу такую теплую встречу, мы всегда задаем традиционный вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем, по-вашему, секрет семейного счастья? Это вовсе не секрет. Мне кажется, это для нормальной хозяйки, мамы. Нормальное желание, когда в семье есть забота, для меня важное, чтобы в семье была забота. Это очень важно. Когда каждый друг о друге думает, и когда у кого-то что-то случается, мы все сплочены вместе. Во-вторых, это поддержка. Что бы ни случилось, мы должны держаться вместе. И для меня самое главное, ну, семейные ценности, это кажется, ой, это вроде как какие-то традиции, да? Для меня семейная традиция, это чтобы мы каждый праздник были вместе. Субтитры создавал DimaTorzok